И Сына, и Святаго Духа, Христос Воскресе! В этот пасхальный период между Пасхой и Пятидесятницей, кроме Евангелия от Иоанна, прочитывается полностью и книга Деяний святых апостолов, написанная евангелистом Лукой. Но книга Деяний повествует не об этом кратком периоде времени, о первых десятилетиях апостольской проповеди и о жизни первохристианской церкви, в основном в приложении к апостолам Павлу и его спутникам. И первая глава книги Деяний обнимает с собой весь период от Вознесения до Пятидесятницы, то есть эти десять дней, где говорится очень кратко о том, что в это время происходило. И происходило прежде всего то, что апостолы собирались, ждали того обещания, которое Господь им дал, а не с посланием Духа Святаго. Они не могли сами совершить Евхаристию, поскольку Дух Святый еще не сошел на них. Первые сорок дней после Пасхи Господь являлся им и причащал их. В Евангелиях мы находим несколько свидетельств о явлениях Господа Иисуса Христа, воскресшего своим апостолом. Мы не уверены, что эти явления происходили ежедневно, но исследователи Нового Завета насчитывают не менее десяти таких явлений, свидетельства о которых рассеяны в разных местах Священного Писания и прежде всего в Евангелии от Иоанна. Вчера, в светлый понедельник, на литургии читалось из книги Деяний то место, где говорилось об избрании на место отпадшего Иуда Искариотского, двенадцатого апостола Матфея. Говорилось об этом так, что апостолы сначала задались вопросом, как им быть, поскольку их число двенадцати оказалось неполно после отпадения Иуды, и они поступили следующим образом. Сначала они избрали из своей среды двоих, тех, кто казался им наиболее достойным этого служения, Иуста и Матфея, а затем бросили жребий, и жребий пал на Матфея. Эта процедура избрания апостола Матфея осталась в церкви как некий эталон того, как следует поступать в самых трудных и ответственных вопросах церковной жизни. И это соответствует природе церкви, которая богочеловечна, поскольку церковь, как и Господь Иисус Христос, имеет в себе и божественное, и человеческое начало, ведь церковь – тело Христово, по образу двух природ во Христе – божественной и человеческой. И избрание апостола Матфея оказалось в полной мере соответственным этой двухсоставной природе церкви, поскольку в нем проявило себя как человеческое избрание, так и избрание Божие. И надо сказать, что самые, можно сказать, замечательные моменты церковной жизни и даже современности почти церковной, мы видим, что именно этот, можно сказать, путь или механизм в некоторых случаях воспроизводился людьми, но, к сожалению, далеко не всегда, потому что такого рода образ избрания предстоятеля должен говорить и говорит о большом доверии, которое апостолы питают Богу. И, конечно, современная церковь не всегда, увы, остается на высоте такого доверия Богу, но иногда церковные иерархи пытаются взять все в свои руки и предоставить все одному только избранию человеческому, что так или иначе ведет затем к какой-то ущербности церковной жизни. Увы. Но вот два примера замечательного избрания путем жребия я вам приведу, чтобы немножко показать, как это воплощается в нашей современности. В начале XX века Поместный собор Русской Церкви принял решение об избрании патриарха московского и всея России в трудный момент уже разразившейся революции. И патриарх должен был быть избран после трехсотлетнего перерыва. После смерти патриарха Адриана еще при Петре у нас больше патриархов не было. И государство подчинило себе высшее церковное руководство, сделало церковь как бы департаментом православного исповедания. Теперь церковь должна была получить себе предстоятеля. И тогда отцы собора, среди которых было множество будущих новомучеников, выработали процедуру, которая в точности соответствовала вот этому избранию апостола Матфея из книги Деяний. Сначала в нескольких турах голосования были выявлены три кандидата, которые пользовались наибольшим доверием и уважением среди членов собора. Ими стали митрополит, тогда еще архиепископ Антоний Храповицкий, Арсений Стадницкий-Новгородский и митрополит московский Тихон Белавин. Казалось, что митрополит Тихон менее других предрасположен к такому ответственному служению в этот тяжелый и даже страшный момент, поскольку был человеком очень мягким, очень терпеливым и прежде всего был пастырем, а не администратором. Как таковой, как пастырь, он истяжал в себе любовь и уважение москвичей, где в это время находился, хотя не как правящий архиерей, а как лишь архиерей, служащий в разных храмах по благословению московского митрополита. И про этих трех членов собора говорили, что архиепископ Арсений самый строгий, архиепископ Антоний самый умный, а митрополит Тихон самый добрый. И казалось, как можно избирать самого доброго в самое страшное время? Но затем должна была произойти жеребьевка. Из ковчежца с тремя жребиями, который стоял перед Владимирской иконой Божьей Матери, жребий с именем митрополита Тихона вынул слепой старец Алексий Зосимовский, затворник, вынул, полностью предав себя волю Божию, не пытаясь никак повлиять на этот выбор. И церковь с доверием ожидала проявления воли Божьей в этом выборе, а не чего-то другого. Другой замечательный случай, уже совсем недавний, который говорит о том же самом, касался избрания сербского патриарха Павла, не так давно почившего, настоящего святого нашего времени, который без всякого сомнения будет прославлен, когда пройдут неписанные, но предполагающиеся в церковной традиции 30 лет со дня его кончины, святитель Павел, совершавший каждый день литургию, не имевший никакого архиерейского, так сказать, достатка, живший очень просто, по-спартански, как бы мы сказали, чинивший сам себе обувь, и иногда чинивший обувь даже своим священникам, потому что он знал хорошо сапожное ремесло, ходивший по Белграду пешком или ездивший в трамваи. Вот такой патриарх – это, конечно, редкость и удивительное явление в наши дни, помимо его молитвенности, помимо его глубокой веры и жертвенного служения своей пасты в те самые страшные дни, когда, как вы помните, в 99-м году была агрессия НАТО против тогдашней Югославии. Патриарх Павел до сих пор воспринимается как современное нам чудо церковной жизни в сербской церкви. И очень важно помнить, что он был избран именно по жребию. К сожалению, когда избирался нынешний святейший патриарх Кирилл, только один из наших архиереев, архиепископ Феодосий Биличенко, Полоцкий и Глубокский, предложил избирать патриарха Московского жребием. Мнение плодыки Феодосия было проигнорировано. И патриарх Московский Кирилл был избран только голосованием, что как раз совсем не свидетельствует о его ущербности. Но я просто говорю о том, что в этот момент доверие Богу среди русского епископата, безусловно, не было на высоте. Как ни крути, а это нужно признать. Итак, книга Деяний остается для нас как бы неким эталоном жизни Церкви. Хотя мы понимаем, что многие ее реалии неприложимы к современной нам Церкви, поскольку слишком изменились не только нравы о Темпора, о Морес, но и условия жизни людей на Земле. А с другой стороны, то, что дано нам как некий эталон, как камертон церковной жизни в книге Деяний, должно оставаться для нас живым и действенным, несмотря ни на какие внешние изменения. Потому что церковная жизнь всегда равна самой себе. Она должна быть всегда самой идентичной, ибо она ориентируется на того, кто всегда один, тот же и вовеки. Господь Иисус Христос, который не подвержен никаким переменам. Он остается главой Церкви, и поэтому Церковь в своей внутренней жизни также должна жить так, как это было дано нам в Священном Писании. И вот это доверие Богу и искание воли Божьей должно всегда быть частью и сердцевиной нашей духовной жизни. Мы тоже во множестве случаев и во множестве жизненных ситуаций нуждаемся в том, чтобы не наше собственное человеческое рассуждение, воля и желание указывало нам важнейшие пути выбора и решений, которые, увы или не увы, мы иногда вынуждены или должны делать. Мы множество судьбоносных, важнейших решений в своей жизни принимаем, не всегда, может быть, отдавая себе отчет в том, что именно этот момент есть момент выбора. И как важно, чтобы мы стремились к тому же самому, к чему стремились тогда апостолы, избирая своего собрата в число 12, стремились бы к тому, чтобы воля Божия раскрывалась в нашей собственной жизни. Конечно, нам совершенно не обязательно для этого прибегать к какому-то жребию, хотя, может быть, в каких-то исключительных случаях даже это возможно и допустимо. Но нам нужно вслушиваться в себя и нужно искать в своем собственном внутреннем мире и в своей душе, и в своем сердце какие-то отголоски правды Божьей, которые, как мозаика, могут быть собраны воедино молитвенным и таким сосредоточенным образом вслушивания в себя. И тогда, быть может, то решение, которое Господь положит человеку на сердце, будет человеком осознанно и затем принято. Как бы хотелось, чтобы мы с вами учились слушаться вот этот тихий голос правды Божьей, который можно и должно расслышать в себе, но который расслышать в себе можно лишь тогда, когда ты стремишься к этому, когда не пытаешься поставить на место этого голоса какое-то свое человеческое «хочу». Дай Бог, чтобы мы этому учились всегда и пытались этого искать прежде всего другого. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok